С вами сегодня Всеслав Слободкой, руководитель технической поддержки в нашей компании. И Юрий Якушин, наш пресел-инженер по решениям видеоконференции Азии и аудиовизуальным решениям. Сегодня такой вебинар, на котором мы снова будем рассматривать самые часто задаваемые вопросы нам в техподдержку по ВКС-продуктам. Немножко попрактикуемся, в вашем случае посмотрим вживую, как некоторые из вопросов можно решить. Он будет такой в большинстве своем-то теоретический, потому что большая часть вопросов, которые нам задают, как ни странно, они решаются довольно просто. Но мы хотели бы еще раз обратить ваше внимание на это. О чем сегодня поговорим? Один из наиболее часто задаваемых вопросов в последнее время — это совместимость с аксессуарами. Как вы знаете, у нас в основной линейке три терминала, и получается, что к ним есть несколько аксессуаров. Часто возникает вопрос в том, что аксессуары, но почему-то не могут включить товарищей, которые пытаются это сделать. Сегодня посмотрим на основные вещи, которые влияют на это дело, и через интерфейс терминала посмотрим, как они решаются. Скажем несколько слов о работе терминалов из-за НАТО. На самом деле, в случае с терминалом Ялинк, не скажу, что вопросов именно в процессе эксплуатации возникает много. Часто просто при установке спрашивают, что именно нужно делать. Проброс потов, какие настройки на терминале и так далее. Вот. Поговорим немножко о LibreTC. Здесь затронем в основном то, что может вам предложить Ялинк сейчас в этом плане. Мы здесь говорим, естественно, о YMAS. И о том, какие требования, собственно, какие условия предоставления этих услуг этого функционала. Что необходимо делать, чтобы все работало хорошо и правильно. Вот. Немножко затронем в CD-STOP. По нему тоже периодически бывают вопросы. И у нас было несколько случаев в последнее время. Несколько проблем, которые решались, тоже затронем некоторые вещи, которые повлияли на решение. Они были не совсем очевидны, но своим опытом с вами поделимся. Вот. Начнем начинать. Сначала немножко о терминалах и аксессуарах. Я хотел бы заострить внимание на тех аксессуарах, которые у нас в левой части отображены. На беспроводном передатчике контента, на терминале управления, на камере VCC-20 и на конференц-телефоне. Собственно, почему я выделил именно их? Потому что все эти устройства имеют, собственно, версию ПО. И здесь у нас возникает первый вопрос. Наверное. Собственно, совместимость версии ПО самих терминалов и версии ПО этих устройств. Если смотреть на сайт Ялинк, я думаю, что Юрий нам потом продемонстрирует, где это находится. То в карточке товара с моего терминала Ялинк выкладываю ПО и для сопутствующих устройств. К сожалению, правда, не для всех тех, которые здесь перечислены. Некоторые вещи необходимо запрашивать напрямую. Ну, либо у нас... Я думаю, что вам проще всего запрашивать их у нас. Вот. И необходимо при обновлении, во-первых, спиналов, следить за тем, что прошивка была актуальна для всех устройств. И, во-вторых, соответственно, если вы по отдельности либо приобретали устройство, либо там устанавливали как-то по отдельности и что-то уже обновляли, необходимо следить за тем, чтобы прошивки, они совпадали. На самом деле, очень многие проблемы это решает, и чаще всего вот именно на этом диалог по вопросу подключения аксессуаров заканчивается. Вот. Но что еще часто влияет на подключение аксессуаров к терминалу, это, собственно, правильная схема подключения. Вот один из вариантов, когда подключается там одна или несколько камер, наверное, не наиболее сложный вариант подключения вообще аксессуаров к диалинку, когда у нас используется некий коммутатор в этой схеме. На что хотелось бы в данном случае обратить внимание. Во-первых, коммутатор у нас подключается к порту VC-хаб фон на стороне телефона, либо через VC-H50, либо напрямую, если он у вас не используется. И к этому коммутатору подключаются, собственно, все ваши аксессуары, если их больше одного. Если аксессуар у вас в ВВ1, то он подключается напрямую в этот разъем. Тот же 960-м по пояс спокойно от него запитывается и с ним работает. И важный момент здесь то, что к сети вам сам коммутатор в этом случае подключать не нужно, и больше того, если вы это изначально сделаете, вам помешать правильно подключить ваше устройство. Это, наверное, второй такой момент, по которому чаще всего задают вопросы. И я хотел бы обратить на это внимание. Пожалуй, если не считать каких-то действительно проблем в работе конкретных экземпляров, скажем так, оборудования, на этом вопросы совместимости с аксессуарами заканчиваются. Первое. Мы берем и используем правильную схему подключения. Она у вас есть в руководстве пользователя бумажном. Если у вас его по каким-то причинам нет, оно потерялось или что-то еще, все это всегда можно запросить у нас, либо посмотреть на сайте в карточках товара. И, соответственно, когда мы подключили, мы обращаем внимание на то, определились ли наши аксессуары в деб-интерфейсе самого терминала. То есть, если, например, говорите о 960, в статусе терминала у нас должен отображаться 960 конференц-телефон. Здесь должна быть версия ПО и прочие данные. Если их не отображаются, а вы знаете, что по схеме вы подключили правильно, тогда стоит задуматься о версии ПО. В принципе, в теории можно отдельно подключить это устройство в сети и обновить, но в большей части случаев, Юра сейчас еще на практике покажет, как это сделать, где это находится, можно через веб-интерфейс самого терминала все эти устройства обновить. Даже если полностью они не отображаются, но видятся здесь. Всяслав, я смотрю, там уже вопросы есть. Дмитрия Горькова, можно ли использовать разные фланы для сети аксессуаров и других сегментов сети на одном коммутаторе? От себя могу на этот вопрос ответить так, что вопрос такой задавался неоднократно и мне, и, возможно, к Всяславу тоже обращались с таким вопросом. Мы все-таки рекомендуем использовать неуправляемые коммутаторы, которые изолированы от локальной сети, потому что терминал организует собственную нулевую подсеть для работы этих устройств. Если вы в Ланоме можете разграничить, то, пожалуйста. Насколько я знаю, какие-то партнеры уже в проектах делали такое решение, но мы все равно его не рекомендуем. Рекомендуем все-таки использовать независимые коммутаторы, которые гарантированно изолированы, и с ними точно проблем не будет. Вот, Всяслав, если мы можем это рекоментировать, может, у тебя есть какой-то опыт? Дополнительно к этому, пожалуй, мне нечего добавить. На моей практике такого решения не было. Я полагаю, что оно работоспособно, но я согласен с Юрой. То, что рекомендуют производители, это все-таки использовать отдельный коммутатор, физически изолированный от других сетей. Если нет возможности, тогда можно заморочиться с Виланами. По поводу программного обеспечения, во-первых, мы выкладываем на нашем сайте, на сайте IP-матиков, карточки товара, нужное программное обеспечение, но мы можем это делать не, как-то сказать, актуальные версии с некоторой задержкой выкладывать, но вы всегда можете, например, обратиться к сайту производителя, и давайте я его сейчас продемонстрирую, как это делается. Надеюсь, вы видите мою трансляцию. Заходите на сайт eolink.com, раздел Support, документы и программное обеспечение, и здесь сразу же есть разделы для всего того, что продает eolink, и телефоны, и видеоконференцию, но нас интересует видеоконференция. Попадаем, и мы попадаем сразу в раздел видеоконференции. Например, вас интересует терминал VC800 и дополнительные аксессуары, с которыми он выставляется. Открываете его, и у вас здесь много-много-много-много всяких различных документов. Если на нашем сайте вкладывается, мы стараемся выкладывать только актуальные версии, то здесь по истории можно найти, как вообще развивался продукт, там различные версии программного обеспечения. Но обычно вас, конечно же, будут интересовать самые актуальные версии программного обеспечения. Они всегда находятся сверху и подписаны специальной иконочкой new. То есть, вот видите, идет терминал VC800. У нас, кстати, одно программное обеспечение, один файл используется для всех терминалов, для 800, 500, 880 и для камеры VCC22, про которую рассказывал Сислав ранее. Используется для один всего файл. Для всех этих четырех устройств. Дальше идут специальные, то есть для этого программного обеспечения, для терминала, идут версии ПО для аксессуаров. Специальная версия ПО для 960. Потом специальная версия ПО для CTP20. То есть это для панели управления. Если, например, вы получили там демокомплект, либо коммерческий продукт, у вас они могут, хотя, скорее всего, не отличаться не должны. Обычно этот момент на своей стороне мы проверяем, особенно относительно там демокомплекта, но тем не менее. Да, но бывали случаи, когда клиент получал либо демонстрационный комплект, либо коммерчески обращались и говорят, не видя там одной, там, либо конференции телефон, либо камера. Частенько с камерой такая проблема возникает, что камера дополнительная VCC22, она находится отдельно и живет как бы своей жизнью условно на складе. И поэтому версия ПО у нее может отличаться. И вы просто скачиваете актуальную версию для терминала, параллельно скачиваете и для камер. Вы их вместе обновляете, и после этого у вас работает. Например, если у вас будет конференция телефон какой-то предыдущей версии, видите, они все группируются специально, чтобы вы не перепутали. То есть вот версия 43, версия 41 SP1. То есть, например, если вы будете использовать версию вот эту вот от конференции телефона, может быть, вас не очень сильно видно там из-за разрешения. Давайте лучше тогда приближу, чтобы наверняка. Вот. То с этой версии, например, панель управления, либо конференция телефон, они могут не определиться терминалом, и вам их нужно обновить. Просто банально обновить, и проблема ваша будет. Также вы здесь можете посмотреть, что нового добавилось или исправилось на этой версии ПО. Вот для этого у вас есть такой другой документ, называется Release Note. Вот открываете его, и там Ялинк написан, какие фиксы сделал, какие что оптимизировал, какие новые функции добавились. Для того, чтобы обновить WPP-20, здесь, как вы заметили, его нету. Он находится, насколько я помню, в аксессуарах. Здесь также есть USB-устройство, и есть аксессуары. В аксессуарах вы можете найти отдельно информацию по, например, беспроводным микрофонам, по проводным микрофонам WTM-34. Что еще здесь к ВКС относится? Collaboration, то есть TP-20, WPP-20. Давайте, например, откроем WPP-20. Здесь есть тоже у него свои версии программного обеспечения, которые тоже должны соответствовать терминалу Ялинка. Например, если вы скачали последнюю версию для терминала Ялинка, то, соответственно, должны использовать и последнюю версию для аксессуаров. Опять же, повторюсь, мы стараемся все-таки актуальную информацию держать у себя на своем сайте, но все-таки есть некая задержка, когда выставляется на нашем сайте. Ну, опять же, естественно, мы на своей стороне сначала все дело тестируем. Юра, покажи еще, пожалуйста, в интерфейсе терминала где-то обновление, где загрузить все это дело. И, коль уж мы заговорили о EPP, наверное, стоит еще сказать, как его обновлять. Потому что со всеми остальными понятно, они у нас в сетке просто отображаются, и все. Для примера используем DC800, но обновление у нас происходит аксессуаров, как и самого терминала в разделе «Настройки обновления ПО». Сначала у нас идет обновление самого терминала, где мы указываем как раз-таки ромовский вот этот вот файл через раздел «Брауз». Там нажимаете и открываете непосредственно тот файл, который вы скачали. Дальше внизу идут, будет подписано, например, обновление для конференции телефона, обновление для камеры VCC22, прям будет написано. Также на терминал можно загрузить версию программного обеспечения для WPP20. Для того, чтобы его обновить, вы подключаете сам WPP20 к терминалу в его свободный USB-порт, и дальше нажимаете здесь кнопку «Обновить», собственно, аксессуар будет обновляться. Раньше, в предыдущих версиях, насколько я помню, можно было через саму программу управления WPP20 при подключении к компьютеру его обновить. Но в актуальной версии, насколько я помню, его сейчас можно обновить только через терминал напрямую, подключив его в свободный USB-порт терминала. Соответственно, в 800, 500, 200 и 880. Собственно, вот. Всеслав? Да. Засим продолжим. То есть, ну, по нашей практике получается, что большая часть вопросов, я бы сказал, там процентов 95 точно, работа с аксессуарами, они закрываются вот этими двумя вещами, да, схемы подключения правильной и актуальными версиями по... С ними не все всегда понятно, особенно, когда вот какой-то... Ну, например, WPP20, тот же самый, да, который мы только что упоминали, поскольку он даже на сайте Ялинка не лежит в общей карточке того. Но еще раз, вот по этим вот... Четокамоксессуарам, надо помнить, что у них версия по-своему текущему. Вот. О чем еще хотелось бы поговорить. Хотелось бы поговорить о работе терминала Эзона. Терминал у нас может выступать в двух вариантах. Если мы говорим о темноте, как о конечном устройстве, то здесь все относительно просто. Поскольку мы, по сути, совершаем обычно либо исходящий вызов, либо где-то регистрируемся на каком-то сервере, ну, периодически звоню, конечно, точка-точка, то настройка стороны самого терминала чаще всего бывает достаточно, если у нас, допустим, есть та же регистрация. Если мы считаем, что у нас, например, тот же самый 800 с многоточкой, тогда, вероятнее всего, вам уже понадобится либо проброс портов для него, потому что вполне возможно, что вы будете звонить откуда-то из другого места, где никакой регистрации на вашей стороне не будет, естественно, поскольку это терминал. И в этом случае нам уже необходимо будет порты пробрасывать. Что нужно будет со стороны самого терминала сделать, это посмотреть по настройкам НАТО, и у нас веб-интерфейсе находится во вкладочке «Сеть». Вот я, к сожалению, скриншот такой сделал, что не видно, но очень ниже в этом же разделе у вас отображаются порты, которые зарезервированы на устройстве под, в числе и RTP-трафик. Вот. И дальше уже в зависимости от использованного протокола для звонка вам нужно будет пробрасывать него 50-60 или 50-60-1. И вот эти самые зарезервированные порты. Да, H323. Юрий, напомнишь, какие порты мы по H323 пробрасываем? Там пробрасываются два порта – 17.19 и 17.20. И также еще медиа-порты, но в табличке указаны стандартные значения. Например, вы их можете изменить. Например, SIP-порты вы можете заменить, и медиа-порты вы можете изменить диапазон. Но там в табличке указаны именно стандарты, которые используются по умолчанию. Также я хотел немножко дополнить Сислава, сказать, что НАТО нам нужен не только, когда терминал выступает в роли сервера видеоконференц-связи. Пару терминалов у нас это умеет делать. А также, например, когда терминал находится внутри локальной сети, и он по IP-адресу должен позвонить на какому-то другому устройству, которое находится вне его сегменте локальной сети. То для этого как раз-таки используется НАТО, а именно прописывается ему принудительно публичный IP-адрес, с которого он выходит в интернет, либо вручную, либо автоматически. Зачастую достаточно автоматического вручную требуется только если у компании есть несколько внешних IP-адресов, и данное устройство выходит, например, не с первого по счету, а, условно, с пятого, с третьего, ну, в общем, не с того, которым определяется автоматически. В противном случае типичная проблема того, что не настроен НАТО, это когда вы звоните с терминала Ялинка, и вроде бы у вас звонок совершился, но экран у вас черный, видео и голоса от участника нету, и через 20 секунд у вас обрывается соединение автоматически с терминалом. Это типичная проблема, когда у вас не настроен НАТО. То есть для решения этой проблемы достаточно просто зайти в настройку НАТО Firewall, включить статический НАТО в режим авто, чтобы подставился автоматически внешний IP-адрес у терминала. Обычно этого бывает достаточно для того, чтобы после этого система заработала. Ну, я не знаю, наверное, можно, конечно, это показать в живую. В принципе, у нас времени сегодня, я бы сказал, что больше, чем нужно для того, чтобы рассказать себе вопрос. Смотри, уже прошло 20 минут, если у нас останется свободное время, мы, конечно, можем попробовать это на практике разобрать, если также коллеги попросят. Ну, хорошо, давайте тогда, если это необходимо показывать, то просто напишем об этом в чат, мы тогда в конце это дело разберем. Так, пока продолжим по теоретической части. Поговорим немножко о WebRTC. Здесь, наверное, больше теории, потому что, в принципе, все это работает крайне просто. С стороны YMS мы, по большей части, делаем письме для удобства, получаем ссылку, либо мы можем ее вытащить из управления самой конференцией, предоставляем ее человеку, который у нас хочет по WebRTC подключиться, и все, что необходимо помнить, на самом деле, это то, какой браузер мы используем, да. В YMS в WebRTC сейчас поддерживается Chrome, Firefox, Яндекс, в принципе. Мы бы рекомендовали, наверное, первые два, в первую очередь. Вот. Если мы говорим о Mac OS или iOS, то через Brawner можно зайти через Safari, это у нас также работает, и на том и на другом устройстве. По OS на данный момент поддерживается Windows, Mac, ну, из мобильных, соответственно, iOS и Android. Что мы можем делать? Мы можем со своей стороны передавать видео до HD-кончества включительно и транслировать контент. Демонстрирует рабочий стол, я думаю, этим никого не удивишь, и если мы в WebRTC подключаемся в конференцию, у нас также доступна функция чата, если нам необходимо ее использовать. Я сталкиваюсь очень редко, но все-таки сталкиваюсь с таким вопросом, а именно, какие наши устройства поддерживают WebRTC. В WebRTC у нас поддерживает только e-link-митинг-сервер, а терминалы, которые могут выступать в роли сервера многоточки, а именно VC800, 880, и работают только по протоколам SIPH-3.2.3. В WebRTC они работать не умеют. Вижу вопрос в чате, есть у Алексея, есть ли в планах сделать WebRTC клиента, как у Cisco и Vinteo. Я понимаю, что это, скорее всего, что-то говорят про WebEx, например. Насколько я знаю, в планах прям так сильно развивать именно клиента в WebRTC нет, а сейчас он поддерживает тот минимальный функционал, который необходим для участия в видеоконференциях. Возможно, в будущем что-то изменится, но пока предпосылов для этого нет. Насколько мне сейчас, опять же, известно. Также спрашивает Павел, возможен ли стриминг через, например, YouTube-конференции на VC800? Сейчас, возможен ли стриминг через, например, YouTube-конференции на VC800? Я так понимаю, вопрос, можно ли транслировать на YouTube-конференцию, которая уже собрана на терминале? Нет, потому что стримить на YouTube вы можете, опять же, только при помощи Яринг-митинг-сервера, который это поддерживает. Аппаратные терминалы умеют только общаться по двум протоколам, SIPH3.2.3. Насколько я знаю, YouTube этого не поддерживает. Алексей пишет, нет, это CMA и Вентео клиент для участия в видеоконференции по WebRTC, чтобы избежать проблем с разными версиями браузеров. Все-таки приложение, получается, я так понимаю, которое просто и будет с ним работать. Видимо, да, но такая нет. Ну, и чтобы избежать проблем с логичными версиями браузеров, чтобы, так скажем, не было такого, что обновился там браузер, либо, например, кто-то пытался с интернет-эксплорера зайти, возможно, кто-то им пользуется, либо Эйджем. А по поводу программных клиентов у Ялинка есть свои два программных клиента. Это VC-десктоп на операционной системе Windows и Mac OS и VC-мобайл для андроидов и iOS-ов, ну, операционных систем. Оба эти приложения бесплатные, их можно скачать, и они позволяют клиенту общаться без проблем с YMS-ом либо с аппаратными терминалами, но, опять же, это приложение работает по SIP-H3.2.3 и по WebRTC. Ну, с одной стороны, понятно, что, да, Алексей, это получается по WebRTC, но в чем тогда действительно, скажем так, преимущество этого приложения относительно тех же десктопных или мобильных клиентов, если это в самом приложении, которое нужно ставить? Ну, тут, может быть, знаешь, в портах, например, для WebRTC нужен, ну, сколько у тебя порт нужен? 443-й и, наверное, порт для медиа. Возможно, в этом случае, чтобы наружу не прокидывать именно порты для SIP-H3.2.3, только в этом каком-то... Ну, разве что так, опять же, на клиенте ты будешь совершать исходящий вызов. Если у тебя НАТО выпускает наружу, то не факт, что тебе вообще придется пробраться в эти самые порты для работы приложения. Ну, Алексей, благодарю за информацию по другим приложениям, но, насколько нам известно, пока Ялинг в этом направлении не работает. Пока у них есть свои приложения для работы по SIP-H3.2.3 и возможность присоединения к видеоконференц-связи через непосредственно сам браузер, не через... Ну, по WebRTC. Предлагаю пока пойти дальше. Слав, давай. Да. Ну, собственно, о чем бы хотелось еще поговорить из таких вопросов, которые нам задают крайне часто, скажем так, это о работе VC-дестоп. Наверное, самый частый вопрос, с которым сталкиваемся, это когда начинаются проблемы с картинкой на каком-то ноутбуке, не очень приспособленном подработке самого приложения, не очень новом. и если смотреть по сети, по пакетам все отдается хорошо, но почему-то изображение начинает подтормаживать, и чаще всего это связано именно с тем, что компьютер, скажем так, слабоват для обработки видео. То есть, надо помнить, что все равно, хотя, казалось бы, у вас приложение просто передает изображение, по сути, там идет перекодировка и работает за довольно большими видеопотоками, если мы не говорим о видеоконференции в случае с Ялинком. Соответственно, с одной стороны, это нам обеспечивает хорошее качество картинки, но с другой стороны, это некоторым образом наш компьютер грузит. Поэтому нужно следить за тем, какие системные требования, во-первых, Ялинг рекомендует, во-вторых, за тем, по компьютеру это ставить. Из таких простых, подручных решений можно попробовать, если что, понизить качество картинки со стороны приложения, естественно, это уменьшит нагрузку и некоторым образом повлияет на проблему, которая у вас произошла. Вот. Как определить? Нам просто посмотреть обычную загрузку процессора. Ялинг, в первую очередь, именно ЦП, я, насколько я понимаю, использует под обработку видео. И обычно, при проявлении какой-то подобной проблемы просто через диспетчер задач на том же Windows открываем, смотрим, чаще всего именно таким образом и диагностировать, скажем так, проблем. Ну, вот у меня было, извините, Слав, ты ее... Можно немножко? У меня был такой случай, как раз у одного из наших коллег внутри нашей компании, что вроде бы он использовал ноутбук достаточно хороший, ну, скажем так, не совсем до исторических времен, вот, да и не совсем слабый, но у него была такая проблема, он, когда присоединялся в видеоконференц-связи и начинал передаваться контент в конференции, то он-то всех видел, то изображение от других участников, он передавал свое изображение, но контент не погружался, у него выскакивало такое черное окно с постоянным крутящимся колесом посередине, а-ля контент загружается, но дальше этого окна не происходило. Когда он обратился ко мне с этой проблемой, мы пошли сразу же в диспетчер задачи, увидели, что нагрузка процессора там в 99% улетела, и просто сам компьютер не мог принять и обработать этот видеосигнал. Поэтому решением данной проблемы было именно занизить качество картинки, передаваемой в конференции. Это можно сделать через настройки VC-десктопа, и, соответственно, понизили качество трансляции ему до SD, скажем так, до SD у нас, по-моему, это 400, 480, 450 разрешение. И после этого у него проблемы прекратились, нагрузка на процессор уменьшилось, и он начал принимать и видеть контент. Поэтому, действительно, если есть какие-то проблемы с картинкой на VC-десктопе, во-первых, вы смотрите на… в самом приложении есть возможность посмотреть статистику вызова. Если у вас большое количество потерянных пакетов, скорее всего, проблема именно в сети, а не в самом компьютере, скажем так, недостатки его ресурсов. если по статистике все хорошо, но картинка, например, не отображается, в том числе контента, то нужно занижать качество передаваемой изображения. Вот. Также в VC-десктопе есть настройка статического НАТО, про которую мы рассказывали в аппаратном терминале. То есть, если мы звоним без регистрации из локальной сети, то также можно включать и статический НАТО. Там же есть соответствующая настройка. Так, ну, из таких относительно практических вещей по сф-десктопу сейчас мне интересно, у меня получится отобразить приложение. Пока там Всеслав пытается отобразить виси десктоп, могу еще сказать, у нас был случай, может быть, у вас возникнут, если при использовании, например, висит десктоп на яблочной продукции, на макбуках и на прочих. При установке данный программный клиент нужно, помимо того, чтобы установить, еще залезть внутрь политик безопасности самого яблочного продукта и разрешить этому приложению, доступ до микрофона, доступ до камеры, а также доступ до возможности транслировать изображение. По умолчанию все запрещено, поэтому вручную нужно также этот доступ предоставить. Ко мне такие вопросы поступали. Видимо, программный клиент сейчас перед глазами. Да, да, да. Я вижу, собственно, хорошо. Из таких, наверное, самых простых вещей начнем. То, что несколько путает пользователей при входе. У нас здесь есть два варианта подключения, два варианта работы, да, если мы говорим о регистрации. Если нам не нужна регистрация, мы позвоним, хотим звонить по IP-адресу, например, просто скипаем это окошко, но сейчас поговорим об этом. Здесь e-link cloud-видео и e-link митинг-сервер. Казалось бы, все просто, выбираем митинг-сервер, но иногда просто из головы вылетает этот самый момент. По-первых, по-моему, даже у меня самого, а так периодически тоже бывает вопрос на эту тему. В России у нас, к сожалению, cloud в качестве отдельного сервера не представлен, поэтому предлагаем именно OMS. И, собственно, поскольку мы снова его используем, мы его выбираем. Следующий вопрос, который здесь у нас возникает, особенно он актуален сейчас, при использовании VPN-а к сожалению, на текущий момент не всегда корректно отрабатывает настроечка авто по выбору сетевого адаптера и стоит при регистрации обратить внимание при входе в приложение на выбор сетевого адаптера. То есть, если у вас, например, используется VPN-то, вам стоит самостоятельно адаптер выбрать, на текущий момент так, мы сейчас работаем с производителем над этим моментом, для того, чтобы зарегистрироваться именно через IP. Вот, наверное, из-за входа здесь у нас все. подождите, секундочку, смотрите, ниже у Всеслава в разделе Advanced прописан, во-первых, адрес YMS, его, у нас он в виде доменного имени, vms.pimatic.ru, но также здесь может быть, например, если вы тестируете VMS и реальный IP-шник, вот, и справа есть кнопка автологин, например, если вы пользуетесь YMS, вы можете нажать кнопку автологин, и при запуске приложения у вас не будет вникать вот это вот окошко с выбором облачного YMS или Yielding Meeting сервер, то есть вы сразу же будете заходить под тем данным, которые вносили в предыдущий раз, чтобы каждый раз вот это вот окно перед вами не возникало. Вот, если говорить, довольно интересно, как работает в этом случае выбор сетевого адаптера. Ну, какой будет сверху, тот и выберется. У меня он используется, у меня, в принципе, проблем не было замечено, или, может быть, я просто на них не обращал внимания. Вот у меня кто-то автологин. Сейчас, к сожалению, не очень удобно, да, получается. Потому что не всегда первым идет именно VPN-овский сетевой адаптер, и иногда из-за этого возникает проблема при автологине особенно, потому что никакого сетевого адаптера мы выбрать не можем. Вот. И еще один такой момент, я, к сожалению, не могу на своей стороне продемонстрировать это, но коль уж мы говорили о работе с Mac, у нас не так давно возникала у нашего партнера проблема, когда, как бы это сказать-то, не совсем корректно шли звонки с доступного приложения, как там входящие, так и исходящие, очень долго ходили по настройкам YMS, пробовали там подключаться через H323, через SIP, перенастраивали сервис, проверяли ноды, но решила все как ни странно просто чисткой старых старых папок приложений. То есть, клиента изначально переустанавливался, прошу прощения, виседея несколько раз на компьютерах, и старые версии приложения, для актуальных версий, насколько мы знаем, это уже исправлено, но тем не менее, на какие случаи стоит на это дело обратить внимание, и проявлялось это именно на Mac в его случае, соответственно, в юзере, в документах, под папки фон оставались старые файлы этого самого приложения, и они принципиально влияли на работу приложения, вот настолько, что с ошибками по отсутствию доступа, например, либо по невозможности просто совершить звонок, вызов завершался. Когда эти самые файлики почистили, то никаких проблем не осталось, и корректно все продолжило работать. Я говорю, что для современных версий, насколько я знаю, удаляется все полностью это неактуально, но на всякий случай что там такая информация у вас тоже была, особенно если вы давненько уже еленьком пользуетесь. Вот. В принципе, по основной части на этом все. Я Юрий предлагаю все-таки немножко поговорить о найти в развитии интерфейса терминала, и может быть есть какие-то еще вопросы будут, их тоже обсудим. На самом деле про нато мы уже рассказали, настройку-то показали. Честно говоря, о чем еще рассказать? Я не знаю, у нас же еще остались темы для рассказа, Сислав. Все, которые мы заранее планировали закрыть. Спрашивают нас по схеме включения IP20. Схемы включения я бы в принципе не назвал, поскольку IP20 у нас беспроводная передача контента, то он с терминала работает по Wi-Fi. Вот, соответственно, Юрий, хочешь продемонстрировать? Да, он по поводу публичного IP-адреса, то есть я захожу, выставляю авто, нажимаю подтвердить, и сейчас терминал идет и проверяет свой публичный IP-адрес, и вот, я обновил страничку, и, собственно, вот, у меня сам терминал автоматически определил тот внешний IP-адрес, которого он будет выходить. Если что, через ручную можно прописать ему нужный, если, например, у вас несколько используется внешних IP-адресов. Также в терминале есть функционал диагностики, например, если вы хотите проверить, доступен ли вам тот внешний IP-адрес, который вам выслали для связи с видеоконференц-связи, то есть тут есть пинг, прописывайте, например, вообще можно для проверки доступа во внешнюю сеть прописать IP-адрес каких-нибудь гугловских, яхтс.ру, например, можно проверить, работают ли у вас DNS, например. Все это можно сделать через сам терминал. Также, например, можно проверить, если у вас трассировку, то есть также можно еще и трейс-роуд сделать, чтобы проверить, как у вас там пойдет связь у вашего устройства. Вот. По поводу подключения WPP-20 к терминалу, хочу напомнить, что у нас для того, чтобы к терминалу можно было подключить WPP-20, а именно к 800, 500, 880, идет специальное устройство, называется WPP-50. Это USB-адаптер, который фактически является Wi-Fi-антенной, потому что у нас WPP-20 работает через сеть Wi-Fi, но эти три терминала, 800, 880, 500, не поддерживают Wi-Fi-сеть по умолчанию. У них нету ни Wi-Fi-модуля, ни антенны, вот, поэтому при помощи этого устройства терминал умеет работать с Wi-Fi-сетью. Дальше вы привязываете WPP-20 к терминалу путем его подключения к терминалу и на экране терминала у вас появится сообщение «Профиль Wi-Fi обновлен». После этого вы WPP-20 подсоединяете к компьютеру, к ноутбуку, например, к Windows, опять же, поддерживается, macOS поддерживается, и вы можете после этого транслировать контент с экрана, а именно просто демонстрация экрана либо какого-то окна другим участникам конференции. Если это режим ожидания, то есть на терминале нету конференции сейчас, то просто будет на экране отображаться изображение с ноутбука. WPP-20 выглядит в виде вот такого устройства на гибкой ножке с LED-индикатором, а то с его состоянием работает он или нет. Также у него посередине сверху есть кнопка быстрого демонстрации всего окна, то есть не всего окна, а всего экрана. Вот. Собственно, вот что про известный, ну неизвестно, а могу рассказать про WPP-20 и как это работает. Сейчас давайте вернусь к чатику. У нас еще один вопрос есть. Я не помню, у нас лицензия есть на этом 800-ом? Наверное. Если на этом нету, мы можем к другому подключиться. Сейчас я проверю, есть ли у него многоточка. Да, у него есть многоточка. Давайте сейчас покажу. Опять сейчас сделаю демонстрацию экрана. Так, вот у нас веб-интерфейс терминала. Давайте я переключусь на английский язык. По поводу, кстати, русского языка. К сожалению, новый перевод пока еще не добавили на терминал Ялинка, но через функционал AutoProvision, если кто-то из вас работал с телефонами, то у терминала Ялинка тоже есть функционал Provision. Через него можно загрузить перевод для экранного меню и для веб-интерфейса. Поэтому, если вам нужен актуальный перевод, пишите мне или Всеславу, мы вам сможем его предоставить и рассказать, как это собственно работает, чтобы загрузить перевод. Да, там все в принципе достаточно просто. Да, точно так же, если кто-то работал с AutoProvision на телефоне, то там тот же самый принцип. Для того, чтобы настроить VMware на терминале VC800, вам, во-первых, нужна в любом случае лицензия на многоточку, неважно, на 8, 16 или на 24, так как у нас демонстрационный комплект, демо-комплект, то у нас там все 24 точки и доступны. Заходите в раздел настройки и встроенные, настройки встроенного MCU, по умолчанию все терминалы работают в так называемом режиме Regular, то есть это когда на терминале всего одна комната, то есть в которой он сам и находится. Но здесь вот можно выбрать настройки режим VMR. После того, как вы его выбрали, у вас появляется ниже спадающий список, давайте сделаю побольше, чтобы это было видно. Где вы можете указать, то есть вам всего доступно 24 точки и вы можете эти 24 точки распределить между двумя виртуальными комнатами. Например, вы можете сделать, что в первой комнате будет всего 4 участника, а во второй комнате оставшихся 20. В первой виртуальной комнате всегда находится сам терминал VC800, это та комната, которая отображается на его экране. Вторая виртуальная комната, она находится, грубо говоря, в его мозгах, внутри его, на экране она никак не отображается. После того, как вы включили режим VMR, терминал у вас демонстрирует, точнее, как у него всегда работает асимметричный режим передачи изображения. Что это себя значит? Это значит, что терминал принимает от других участников максимальное качество HD, а дает им Full HD. В режиме VMR происходит другое. Максимальное качество, передаваемое терминалом HD, а принимаемое 448. Вот. Но зато во второй виртуальной комнате, то есть терминалы могут позвонить, или участники во вторую виртуальную комнату, и на экране VC800 она отображаться не будет. Для того, чтобы терминал понимал, в какую комнату ему звонят, здесь включаются пароли. Пароли это фактически идентификаторы для того, чтобы понимать, в какую комнату звонят. Например, пароль для первой комнаты у нас будет там 1001, пароль для второй виртуальной комнаты будет там 1002. Соответственно, нажимаем кнопку сохранить. Вот. Для того, чтобы позвонить во вторую виртуальную комнату, мы должны набрать IP-адрес терминала, два специальных знака в виде решетки и идентификатор комнаты. То есть IP-адрес это у нас 192.168.253.85, две решетки 1002. с оконечного устройства, с другого, чтобы попасть в виртуальную комнату 2. Ну, соответственно, вот вся настройка. Вислав. Если мы подразумеваем, что ваш терминал смотрит туда наружу и живет на белом IP-адресе условно, либо прокинут в внешний IP-адресе. И мы знаем, что с другой стороны будут набирать не с пульта, а с клавиатуры, например, или что-то подобное, это желательно все-таки пароль сделать посложнее, чтобы у вас не было каких-то левых звонков в вашу комнату и так далее. Ну, в терминалах есть свой алгоритм отсекания левых звонков, он зашит, также вы можете, например, ограничить это при помощи белых и черных списков, здесь есть раздел безопасность, нет, не то, не то, не то. поднимаешь, у тебя директор и да, точно, вот, есть список белых и черных IP-адресов, например, чтобы как-то ограничить доступ, ну, а если у вас, скажем, это делано через роутер, то есть проброшены порты, то вы можете также эту защиту сделать и на самом роутере, чтобы обезопасить терминал, потому что в терминале, конечно, не так сильно много мощностей, чтобы защититься от какого-то внешнего подключения, тем более, если у вас все это доступно из интернета, то доступ до веб-интерфейса тоже нужно будет ограничить каким-нибудь там, другим портом, либо вообще можно его выключить, чтобы веб-интерфейс был недоступен. Вот, собственно, все, что необходимо для того, чтобы заработал режим VMR. также у вас, немногие знают, но на самом деле есть, на главной странице экрана у вас здесь будет отображаться изображение с камеры терминала. Как я понимаю, у нас сейчас телевизор выключен, соответственно, если телевизор выключен, например, нету ЖК-панели, подключенной к терминалу, ну, если вы, например, тестируете терминал, то у вас будет вот такой вот серый экран, то есть без устройства вывода изображения вы здесь не увидите никакое изображение. Слева вверху у вас здесь есть кнопка по управлению камерой, приближение, влево, право, вверх, вниз, а также есть 10 пресетов для быстрой их активации. Также, например, что удобно для модераторов или инженеров, которые следят за работой терминала, есть удаленный пульт, то есть здесь отображается пульт реальный, который лежит на столе, который дается к терминалу, и нажимая на пульте, у вас все эти, о, телевизор включился, это, кстати, функция KEC, когда включается, как сказать, включаете одно устройство, например, терминал, у вас включается и телевизор, и, соответственно, наоборот. То есть вы здесь стрелками можете на пульте работать, управлять терминалом при помощи вот этого пульта. То есть да, с некоторой задержкой тут у вас не в реальном времени передается, как бы, картинка вот здесь отображается, она раз в три секунды где-то обновляется, но вы все равно можете при помощи пульта, например, если у вас кто-то сидит за столом неопытный пользователь терминала, то вы здесь можете как-то делать настройки, как-то управлять всем этим при помощи вот этого пульта, это очень удобно на самом деле. Да, нас там Алексей спрашивает просмотр камерного терминала это лицензия или три? Вот. Если речь идет вот о том режиме, который сейчас демонстрирует, то это все бесплатно и доступно для всех терминалов или про возможность отображения имеется в виду здесь на страничке? Понимаю, да, просмотр камеры терминала это лицензия или фри, да, этот режим. Да, это все доступно, у вас на терминале, на любом терминале Ялинка доступны все функции по умолчанию, и только единственная функция лицензируется, а именно только многоточечная конференция. Все остальные функции, они доступны по умолчанию и никак не приобретаются. Например, нет такого, чтобы для активации Full HD 60 кадров вам нужно покупать лицензию, или, например, на то, чтобы терминал поддерживал бы запись конференции, то есть нет, это все у вас доступно по умолчанию, не только как у конкурентов. Вот, ну и там сейчас пока было изображение, можете Юрий сейчас его вернет, было видно, что мы когда создали YMR, у нас в нижней правой части вот отобразилось, отобразился пароль для подключения к основной комнате самого терминала, мы на самом экране видим, пользователи будут видеть это удобно, видно, что нужно уводить для того, чтобы подключиться. Да, также через веб-интерфейс вы, например, можете совершать звонки, например, чтобы позвонить на какой-то, например, на доменое имя либо на какую-то ссылку большую, то, конечно, удобнее ее, например, ввести с клавиатуры, нежели набивать его через виртуальную клавиатуру на пульте. Также вы здесь можете выбрать, по какому именно протоколу позвонить, то есть SIP, H323, и также можно, например, ограничить по полосе пропускания. Также бывают, в моем случае, были проблемы, например, когда звонки со сторонними терминалами или со сторонними системой видеоконференц-связи, если ставишь большую полосу пропускания, то звонки не работали или, например, были проблемы. Видимо, проблема связана с несогласованностью, например, с какими-то старыми системами видеоконференц-связи у меня был опыт, что, например, связь работала только при восстановлении качества полосы пропускания в 1 мегабит. Выставляешь чуть больше, все соединение не устанавливается. Такое у меня тоже было очень редко, но только с какими-то старыми устаревшими системами видеоконференц-связи. Собственно, вот. Можно, например, сейчас позвонить в E-Link, продемонстрировать звонок. Есть всегда в записной книге 6 адресов для совершения тестовых каких-то звонков. Например, сейчас позвоню, надеюсь, она будет доступна. Да, мы дозвонились до шоурумовского терминала у E-Link, и вот здесь вот слева, давайте увеличим, у меня здесь есть информация о, с кем я разговариваю, то есть это название, IP-адрес, я могу повесить трубку, а также нажимая сюда могу посмотреть то, с каким качеством мы разговариваем с валеным устройством и по какому протоколу, то есть это именно статистика разговора, мы здесь можем посмотреть, какое количество потерянных пакетов, по какому, то есть вся основная информация, то есть это инструмент, который вам с самого начала помогает, если есть какие-то проблемы, продиагностировать если начинаются на линии проблемы, то терминал, например, может сам их постоянно информировать о том, что замечено большое количество потерянных пакетов и будет сверху такая плашка появляться. Там еще один продолжение вопроса про IP-20 было того, он спрашивал про современную демонстрацию до четырех источников. Смотрите, важно понимать, отвечая вопрос Павла, что в конференции только один участник конференции, по крайней мере на устройствах Ялинка, только один участник конференции может передавать контент. Например, как мы сейчас с Сеславом вам демонстрируем на Мэнде то же самое. Если транслирует Сеслав, я пытаюсь транслировать, то значит я его контент перебиваю, только я показываю контент. Только один участник конференции показывает контент. На терминал Ялинка, если мы говорим о VC-800, 500, 880, к ним можно привязать, связать до 8 устройств WPP-20. То есть вы можете 8 таких шнурков устройств для передачи контента расположить на столе, например, в стакане, либо просто распределить по сидящим местам. И в любой момент времени один из этих 8 WPP-20 может быть подключен к ноутбуку и сразу быть готовым к трансляции изображения. Но также терминал поддерживает до 4 одновременно передаваемых изображений с WPP-20. Как это происходит? В конференцию в переговорную комнату приходят 4 человека с ноутбуками. Они рассаживаются. У каждого из них по WPP-20 они подключают к ноутбуку и нажимают демонстрацию контента. Терминал 4 этих потока с 4 этих ноутбуков примет и сформирует картинку в виде плитки 2х2 на втором экране, если он подключен. Если на одном экране, то это будет все на одном экране. И соответственно сформирует из этих 4 изображений один видеопоток и будет его отдавать другим участникам конференции. На практике конечно это как по мне не очень удобно, потому что даже на 55-дюймовой панели эти 4 изображения достаточно маленькие и смотреть что-то на них не очень удобно. Формировать какую-то другую картинку из этих 4 изображений нельзя, то есть это только плитка. Поэтому это наверное сделано больше для того, чтобы например вы могли быстро второй участник в конференции который сидит в переговорной комнате нажал у себя он начал демонстрировать контент ваша раскладка изменилась а второй участник просто спокойно через с какой-нибудь секундной задержкой просто свой контент отключает и у вас уже изображение второго участника нового оно уже передается. То есть такое бесшовное продолжение. Да, да. Это из моего личного опыта то есть может быть в вашем случае это будет нормально но в нашем случае если какая-нибудь презентация она уменьшается в два раза ну в общем смотреть особенно если там какие-нибудь мелкий мелкий текст не очень комфортно особенно тем кто сидит дальше точнее достаточно далеко от самого экрана вот вижу Алексей пишет в терминалах есть диагностика собственной периферии или только статистика по версии МПО диагностики к сожалению нету это нужно делать условно самостоятельно если у вас терминал с каким-то аксессуаром не подружился то значит нужно просто самостоятельно лезть и проверять версию ПО точнее даже не проверять а просто брать и обновлять и терминал и аксессуар до крайней версии ПО все устройства автоматически начинают дружить друг с другом то есть нету каких-то настроек на терминал при том что он например не поддерживает там выключить поддержку например дополнительной камеры такого на сроках терминала нету ну да собственно как я и говорил большая часть вопросов они решаются подключением так не знаю за последнее время каких-то вопросов которые бы доходили до чего-то более сложного по аксессуарам не было ну невозможно какие-то случались когда прям нужна была диагностика внешних устройств скажем так периферии возможно Алексей возможно вам поможет что например если вы например включаете устройство с с экраном ну в качестве примера это можно предположить что это вы подключаете конференц телефон к терминалу то при подключении и на экране виси 800 и на экране виси 960 если они не жилищ друг с другом появится изображение о том что нет или как-то не помню как дословно но появится информация о том что устройство использует различные версии ПО и вам прямо система покажет обновитесь Алексей спрашивает терминал сильно греется при полной нагрузке одновременно двух ВМРов на самом деле терминал даже в обычную работу достаточно сильно греется ощутимо даже для по совершению одного видео вызова мы достаточно давно наверное год или два назад уже как только офиси 800 выходил в продажу мы у себя тестировали и мы у себя смогли его только протестировать на 16 подключений да на 16 подключений насколько я помню он их все собрал но мы использовали не режим двух ВМР а обычный режим когда всего условно одна виртуальная комната нагревался он достаточно сильно но он у нас проработал 16 участниками все нормально полоса пропускания занималась где-то порядка 90 мегабит у нас была потому что мы максимальное разрешение использовали режим двух ВМР мы у себя в компании не используем мы используем ялинг митинг сервер для организации внутренних собраний по ВКС поэтому вот если вы берете демовский комплект VDK 800 то у вас доступно максимальное количество лицензий а именно их 24 вот поэтому при получении домовского комплекта вы можете его по максимуму загрузить и протестировать вот скажи а у нас Сислав есть какие-то пункты по ВМС если у тебя какие проблемами например мы сталкиваемся и как их решать поэтому вот или мы в принципе можно подумать то есть в июне сейчас еще более в любом случае проводить вебинары потому потому что я ну ладно не будем о дальнейших планах потому что они для всех для нас наверное не совсем понятно в любом случае вебинары мы не планируем вполне возможно что это вопрос и еще некоторые по ВМС еще были в таком режиме обсуждать так по вебинарам наверное конечно в ближайшее время с вами поговорим о новой версии ПО для телефонов Ялинка мы с нашим продакт-менеджером планируем тоже вебинар на новой новой версии ПО с новыми функциями насколько я понимаю да или новые телефоны нет там новая версия ПО она не для всех для старших по большей части моделей там маленький кусочек второй линейки совсем маленький там только одна модель попадает вот четвертая но сам функционал там очень неплохо меняется скажу что для старших моделей там конференция сильно повышается по размеру вот и я думаю что это будет интересно в любом случае на сайте Ялинка она вышла мы сейчас в ближайшее время для себя ее вот Ялинка получаем и после этого будем вебинарную тему проводить Алексей спрашивает с панели терминала можно управлять конференцией в АМС и что возможно самого терминала при помощи пульта ДУ или панели управления степи 20 также например можно с экрана конференции телефона управлять конференцией если мы если терминал является ее модератором напоминаю в АМС есть два типа пользователей в конференции а именно гость условно и модератор модератор имеет возможность управлять микрофоном камерой динамиком ударных абонентов то есть включать выключать им микрофон условно это право на выступление включать выключать камеру условно это запрет приема или разрешение приема в виде изображения от участника составляющего АМС динамика отключения и включения передачи и вывода звука на удаленном стороне вот также есть возможность модератору управлять удаленного камера удаленного собеседника при помощи технологии FEC FAR and control камера то есть если у абонента стоит аппаратный терминал с материзированной камерой то с высокой степенью вероятностью вы сможете также управлять этой камерой если например человек куда-то пересел на другое место и вам нужно довернуть а сам человек условно пульта у него нет или он не знает как это сделать то вы тоже это сможете сделать также при помощи панели управления вы можете посмотреть статистику соединения с любого терминала Ялинка используя функционал MITNAL вы можете и запланировать конференцию так скажем сделать ее спонтанной либо мгновенной люди ее по-разному называют Алексей спрашивает включить запись стриминга заблокировать конференцию для доступа стриминг можно сделать только через личный кабинет то есть условно это через браузер через панель контроля и управления конференции запись можно включить терминала то есть в последних версиях включая запись на терминале вы заставляете записывать Ялинк митинг сервер фактически во время конференции если у вас активно точнее не активно если вам доступна лицензия на запись заблокировать в этом случае флешка терминала у нас ничего не пишется нет фактически ты заставляешь ваймс подписывать только на себя заблокировать конференцию для доступа то есть условно все зашли в конференцию чтобы туда больше никто не заходил залочить по-моему можно все-таки с самого терминала это сделать по-моему я видел эту кнопку то есть оконечное устройство это можно сделать также например перечисленные функции которые мы говорили про терминал аппаратный про например VC-800 если взять то те же самые функции доступны из программного клиента VC-десктопа давайте подождем вопросы если они будут ответить на них если нет то я думаю что на этом закончим спасибо в любом случае большое коллеги что поучаствовали послушали нас позадавали свои вопросы они очень интересны коллеги в обратной связи вы можете указать темы которые вам интересны либо например вам бы были полезны на рассмотрение ну к примеру это как связать там Ялинк Ялинк митинг сервер с полной станции например то есть из того что нам известно мы получили на прошлом вебинаре запроса и подготовим его возможно что-то подобное вам будет интересно тоже послушать посмотреть как это делается вот в виде обратной связи вы можете ваши пожелания указать да поэтому не забудьте после вебинара заполнить форму они нам помогут дальнейшем вебинаре планировать и рассказать вам о том что вам бы было интересно не забудьте Продолжение следует...